Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, и мы с вами продолжаем проходить Ризен 2. Да-да, Ризен 2, а не Райзен, я только сегодня узнал, что правильно он произносит всё-таки Ризен. Не знаю, почему меня раньше поправляли и говорили не Ризен, а Райзен. А в итоге-то, действительно, с английского языка это звучит как Ризен. Ну, в общем... Ах, что... Ах, вот это начало! Какой конец. Конец, да, приплыли. У нас только начало серии, а у нас уже конец. Ну, что вы, издеваетесь? Ну, сохранение, по-моему, там близко, ничего страшного. Ну, в общем, в прошлой серии мы с вами уже замочили на конец этого Гарсию. Оказался такой душный чувачок. Очень сложно с ним биться. Он пинается, он по морде бьёт руками. Он что только не делает, но в итоге всё равно за нами оказалась победа. Чаня, ты-то не попадёшь. Она тоже, смотрите, да, по бочку-по бочку такая уже умеющая. Ну, и в итоге сейчас, я думаю, надо уже вдаваться в подробности нашего журнала и смотреть, куда наш путь будет лежать. Потому что пока что, я не знаю, что делать. В принципе, я убил главного нашего врага, взял ещё одну часть. И, скорее всего, мне, может быть, сейчас Пэти подскажет на корабле. Не знаю, давайте глянем вообще журнальчик, что у нас там имеется. Корабль Гарсии, вот, наверное, он, может быть, его найти. И Гарсия встал на якорь где-то недалеко, в уединённой бухте. Кордобар хочет, чтобы я нашёл его, потому что у него не будет другой возможности снова покинуть Марракай. Не знаю, не знаю, то ли это, либо что-то другое. Ну, можно тут ещё, конечно, всякие сокровища искать и всё такое. Квестов так-то немало, если посмотреть здесь их, если развернуть их, гора всякая разная. Но мне бы хотелось бы по-основному двигаться, а вот эти вот все второстепенные выполнять уже так по ходу моего путешествия, где я буду проходить и там, если мимолетно я их прохожу. Я их так или иначе всё равно в любом случае прохожу, потому что куда я не сунусь, везде всё время пишется. То пройдено, это отменено или пройдено и ещё что-то. Такс, ну что, может быть корабль? Действительно поищем. Где он там с кораблей Гарсии? Я его хоть выделил. Так, подождите. Ну-ка. Да, всё верно. Он вообще на другом... А, подождите, это на Антигуа? Нет, значит, что-то не то выделил. Где он там, корабль? Корабль, корабль. Во, корабль Гарсии. Ну-ка, отметить на карте. Во. Вот здесь где-то. Корда... Кордовар. Вот мне, в принципе, к нему сейчас можно подойти. Он где-то здесь недалеко. Может быть, с ним пообщаюсь. А как тут корабль Гарсии доставать, я не знаю. Может, тут где-то лодка какая-то имеется, на которой можно подплыть к нему. Гарсия-то сейчас мёртвый. В принципе, в принципе, я могу забрать себе этот корабль. Может быть, там какие-то пираты, конечно, на нём сидят. Его члены команды, которые там его ждут. Их можно было бы убить по-быстренькому. И себе пригробастать. В принципе, пираты они так и делают. Видят корабль. На абордаж. Захватывают. И всё. И он сразу становится их собственностью. Погода здесь мрачная. В этих местах даже не погода, а сама атмосфера. Так, ну с этой я пещеры вышел. И, скорее всего, мне туда и надо. Но мне нужно как-то двигаться больше... Не к выходу отсюда, а куда-то. Слушайте, а как я сюда попаду? В кордовар. Он вообще где-то в лесу в каком-то. Если так посмотреть, в джунглях. Есть ли там какой-то пароход к нему? Потому что если я сейчас пойду в эту пещеру, я выйду просто здесь. А здесь мы уже всё, бегали. Там ничего такого нет. Может быть, он вообще на другой карте? А, точно. Смотрите, он просто... Хотя нет, Маракайская бухта. Всё верно. Второй опорный пункт инквизиции на Ардобрей. Наряду с берега меча. Наряду с берега меча здесь плотные джунгли. Так, подождите. Мне надо вообще квест прочесть. Ну, не ясно, как покинуть. Как его найти-то? Ладно. Я побегу сейчас с шаманом говорить. Наверняка он сейчас скажет спасибо. Там... Мы тебе весьма благодарны, что ты его убил. Пообщаемся. Может быть, он нам ещё что-нибудь скажет полезного даст. Боюсь идти через вот эти вот на самом деле пещеры. Потому что там очень сильные враги. Что пираты сильные. Что какие-то могильные пауки. Или кто они там? Такие же, не менее сильные. О, вот они, вот они, вот они уже. Побылезали. Где-то тут рычаг должен быть. Не, он с другой стороны, да? Давайте его, может, попробуем убить. У меня сейчас шпага-то получше стала. Немножечко. О, по-моему, я это зря сделал. Чайни, давай, отвлекай его на себя. Я его пока... Хотя опыта за него, наверное, так много дадут, да? Опять мимо. Каждый раз... О-о-о-о! Ты как меня прошит-то, а? Вообще защиту пробивает. Убирайся! Давай-давай, отвлекайся на нее. Молодец. Она у меня как в качестве приманки. Слушайте, а шпага лучше, чем рубища. Потому что он еще... Он ей может... Протыкать вперед, прям колоть. И это очень хорошо, это полезно. Гул какой-то. Странно, что гул могильный же был. Написано какой-то пол. Слушайте, а я могу с ними биться. Может быть, избавим эту пещеру от них. 210 опыта, как-никак. Это немало. Я быстренько могу прокачать себе тогда что? Вуду еще больше. Чтобы вообще всех стравливать. Всех, кого только можно. Хотя, по идее, он мне больше нужен был для Гарсии, конечно. А Гарсия у меня уже в прошлом. 21 опыт лишним не будет. Упс. Чани, Чани, помогай. Выручай. Чани, выручай. Давай, давай, давай. На себя отвлекай. Есть. Опять мимо. Вот сильный удар. Держи. Давайте еще раз сильнее. Когда он раскрывается, его надо бить. Во. Эх, не успел. Чани, ну мы его с тобой забьем же, да? Мы должны справиться. Главное, чтобы второй сейчас не пришел. С двумя у меня шансов вообще ноль будет. Ты успокойся. Опять я стреляю в зрителей. Чани, ты там где? Он меня тут вообще сейчас заколошматит. Ты успокоишься, нет? Стремительная атака называется, да? Короче. Чани, по-моему, у нас все уже, да? Отошла в мир иной, своим предкам. Ну, ладно. Она встанет, конечно. Она сейчас просто без сознания. Придется одному как-то справляться с этой. Вот смотри, он какой настурный. Он бьет и бьет. Прям без конца и края. Откатывайся ты, идиот. Бегом отсюда. Я уже сейчас кнопку раздавлю здесь. Так, надо, короче, восстановиться. Он когда начинает вот так вот калашматить сильно. Слушай, а он сейчас что, все? Нет, он по-прежнему здоровье у него такое же. Я думал, он сейчас вылезет целенький. Хоть чани встала. Когда он начинает стремительно калашматить, я даже перекатиться не могу. То есть он меня вообще как бы, мои действия все скувывает. Это очень неприятно. Да куда ты машешь? Опять отвернулся. Давай уже его бей. Чуть-чуть осталось. Добивай. Добивай. Опять стремительное. Фу, какой-то вот этот сложный. Слушайте, предыдущие вообще были нормальные. Ничего с ними такого не было. Никаких проблем. Его убил и все. Ну, этот же какой-то прям ядерный. А где выход? Чани, вот, по-моему, выход, да? Чани, не задерживайся, пошли отсюда. Нам здесь делать нечего. А на улице у нас уже ночь. Между тем, надо было все-таки, наверное... На лежанке поспать там была же какая-то. Ну, слушайте, я не знаю. Кардабар. Кардабар. Как сюда попасть? Я вот на самом юге сейчас. И даже если я сейчас посмотрю на юг. Тут гора. Ну, не знаю. Давайте как-то по возможности еще на юг бежать. Может быть, я... Смогу к нему добраться. Нет, здесь все заперто. Все закрыто. Пройдя через эту пещеру, мы попадем возле наших... Маракайцев возле их деревни. Как мне туда добраться? Я же с ним как-то общался, получается. Я же этот квест взял не просто так же. Он же мне и рассказал, да? Что взять там корабль Гарсии будет. Как-то это все случилось, наверняка. Мартышки все дерутся. Это просто опыт тут бегает сам по себе. Точнее, слава. Отдай мою славу. 105 тут и 105 здесь. Ну, смотрите, как хорошо, да? Я играл, бегал, то есть занимался своими вещами, пока они себя здесь немножко ослабляли. Я пришел, просто два удара каждому, и они мертвы. Хорошая, полезная вещь. Черная магия, она все-таки помогает очень сильно. Так бы мне, возможно, пришлось бы долго с ними здесь сражаться. А так я только фактически их просто добил, и все. Ну, я уже в другую сторону пошел. Я уже на север бегу, а не на юг. Совершенно в другую степь. Ну, ладно. Если мартышки будут, будем хоть добивать их и опыт получать. Но все равно, странно, как мне туда попасть, пока что неизвестно. Где-то вообще, если так посмотреть, в глухих джунглях каких-то, в чаще, в самой, находится курсор, куда мне надо. А тут уже и деревня, да, у нас, маракайцев. Ну, все, получается, я пришел. Так, сейчас этих добьем здесь. Они тоже уже, наверное, при смерти. Да, точно, смерти, на один удар каждому. Добили, и тебя добьем. Все. Вообще замечательно. Они столько серий тут сражались. Ты кто такой? Что ты сделаешь? Не смешно, Гучо. Катаупи. Такапо, кабуки. Расслабь, сияние из команды Гарсии. Гучо, вы все одинаковые. Вы просите о доверии, а сами набиваете карманы нашим золотом. Да я ничего тебе не сделаю. Меня прислала твоя жена Дара. Она хочет, чтобы ты пошел домой. Я не уйду, пока тут грабители. Тот потерянный. Я на того думал, который там танцует с копьем. А вот он, где, оказывается, стоит. Я тебя уже давно ищу. А что ты вообще тут делаешь? Пираты грабят наши гробницы. Их слишком много для рака. Для боя. Но я наблюдаю за ними. Дай-ка я посмотрю на этих пиратов. Капо он у бамбуле. Что? Смотри, не лезь в неприятности. Я разберусь. Грабитель у могилы предков. Угу. Если я сейчас, наверное, отмечу это задание, как обычно, у меня покажется квестодатель на карте, а не то место, где я должен его выполнить. Как тут обычно все и бывает. Ну-ка. Маракай. Давайте посмотрим. Пират, пират. Нет. В этот раз хоть... Ура. Слава. Слава этому квесту. Хоть здесь показывается не то место, где мне его дали, а то место, где я его должен выполнить. Так, получается он где-то на востоке. Только как туда пройти? На восток. Где-то там. Выше, может быть. Здесь по дорожке. Темно, ничего не видно. Надо быстрее до лагеря добраться, заночевать, чтобы ночных серий на всякое слое получилось. Да, точно, вот пираты. Слушай, а я здесь даже и не был, да? Подождите, а я смогу вас стравить? Или вы слишком сильны для меня? Слушай, у тебя костяная-то не работает. Оказывается, только Вуду. 60, да? 75. Вон того я могу стравить. Подожди, тихо. Дайте пройти. Сейчас пока там чани не убили уже. Во. Ну-ка, давай-ка на вот этого мародера. Да. По присоторжению, у тебя разберешься с этими хоткеями. Почему нельзя просто сменить по-быстрому? Все через кнопочки, как вспоминаются классические игры каких-нибудь времен, там, не знаю, 90-х, когда только хоткеями менялось, как в Думе, в Квейке, там. Что, мародер убил собственного, да? Молодец. Ты тут всех, я смотрю, забил. И чай не убил, да? Ты какой ушлый, а? Пинаешься. Слушай, я его хочу пнуть, а он меня пинает, а не я его. Как-то в приоритете он стоит. Его удары, а не мои. Хотя мы одновременно начинаем пинать. Это не честно. Да, слушай, хорош, а. Какая стремительная атака. Ты что? Возомнил у себя здесь. Сейчас, как только начнет бить, надо на пробел давить. И бить, но с этим что-то медленно все происходит. Не могу, а вообще. Так же это все долго. Жмешь уже 3-4 раза бить, а он стоит и что-то ждет. Давай, давай. Да просто, короче, заколупаиваю. Сейчас мышку буду долбить, долбить, пока не убью этого урода. О, боже мой. Божественная боевка, что аж у меня порой слов не находится. Ладно, готовы эти уроды. Замочили их, надо здесь обшмонать их. Ух ты, могильные идолы еще какие-то нашли. Еще один квест. Я помню, да, мне что-то говорили про него. Я могу что-то пожарить? Ух ты, курица. Пригодится. Есть, есть кровать, а поэтому наконец-то мы будем бегать утром. Главное, чтобы дождь не пошел. С громом и молнией. Тогда я вообще здесь опять все проклинать буду. Ну вот какой-то есть храм, походу. Здесь очередная маска или что там может находиться. Хотя не, маски они наоборот у грабителей в лагерях где-то. Здесь что-то другое. Я жду. Не пойдешь, да? Ну, как знаешь, я сам постараюсь. Что мне прям реально вниз туда? Как я оттуда выберусь потом? Ну-ка, что там? Гуль, да, ходит? Так, значит, шпагу достаем. А, я могу тебе? Ну-ка, ну-ка. Если это гол, тогда почему там подписывалась гол? Кстати, чаша какая-то золотая. Ух ты. Статуэточка. Нормально так грабить, заходить. Но здесь больше ничего. Можно сохраниться, думаю. Ну что, давайте изучать, что такое за могильник. Что здесь за враги? Скорее всего какие-нибудь ловушки будут попадаться сейчас кучей. Еще ферратов, да? Забили здесь. Это кто? Эй-эй-эй! Старож. Что ты за огромный? Слушай. Сторож, это не тот ли самый, с которым мы там говорили? Который маски защищал? Слушай, я нормальный человек. Я не собирался тут вас расхищать прям. Так, по мелочи. Там мисочку, там какую-нибудь чашечку. Ну, давай с тобой сражаться, пытаться. По-моему, это безумие какое-то. Пробовать его осилить. Слушай, он даже блок прошибает. Не-не-не-не, с таким сопротивляться смысла вообще нет. Надо просто его пробегать, значит, прокатываться. Потому что он даже реально блок прошибает. Так, естественно, у него там колотушка размером с меня. Может, даже чуть побольше. По-моему, это вообще без шансов. Ну-ка, я здесь забрал этих, да. С нажитым добром надо убегать. Причем даже слышно, как он топает. Верзила такая. Давай, бери. Бегом отсюда. Не успел. О, боже мой. Сколько здесь меня поджидает всяких кошмарных вещей. Убегаешь от огромного монстра с завышенными параметрами. В итоге натыкаешься на режущую голову ловушку. Надо все успеть сделать сейчас. Побыстрому и нажать. И его обшмонать. И пробежать там. И прокатиться. Успел. Есть контакт. То есть, по идее, если страж сейчас побежит, его должна настигнуть. Эта ловушка. Надо сохраниться. А то мало ли еще какой-нибудь топор будет. Летающий. Рычаг должен быть. Интересно, как я вообще выберусь отсюда? Что я так тут спрыгивал? Да хватит бить. Ты тут... Ты что такой наглый, а? Даже подлый удар не могу сделать. Вымораживают. А, не могу. Еще вымораживают. Пытаешься какое-нибудь там зелье выпить, а в итоге нажимаешь на какую-нибудь вообще тройку. Ужас. По-моему, этот урод бежит сюда. Судя по звуку. Ну, вот я вернул одну маску. Ну, хорошо. Страж будет довольный. Там все маски надо вернуть. Пойдем. Одну маску, как минимум, я вернул в храм. Ужас вообще. Как хорошо, что я туда вышел. Это, по-моему, тот самый Страж, с которым я как раз там и разговаривал. Только там дух Стража был, а здесь он реальный прям. Ты можешь снова идти домой. Грабители мертвы. Ты носишь одеяния пиратов. Но при этом ты, похоже, хошимаракайцев. Поэтому я сделаю, что ты говоришь. Будь начеку, чтобы и тебе удалось обнаружить своих врагов. Ага. Ну, хорошо, выполнили. А какие ты навыки можешь повысить? Можешь научить меня охотничьим навыкам. Чи. Поскольку пираты теперь мертвы, я могу научить тебя обращаться с копьем. Копье? Ну, не. Копье мне не интересно. Все, в деревне поплелся, да? Ну, и мы с тобой следом. Может быть, еще какой-нибудь квест найду. Вот я тут все летал, телепортировался, минуя эти места. А вот надо было здесь пробежаться. Вот так раз и квестик нашелся. Даже еще не просто квестик, а с каким-то могильником, где я смог маску вернуть. Вернув все маски, что-то должно произойти. Потом вернуться, наверное, к этому стражу, который там в самом начале был. С ним пообщаться, сказать, что я восстановил ваши разграбленные могильники. Я пришел добить вас. И забрать положенный мне опыт. Отлично. Хожу добиваю просто монстров. Удобно, полезно. Ну, не знаю, сейчас... Единственное, что у меня идея какая есть, поговорить с шаманом. И доложить ему обо всем, что Гарсия мертв. Может быть, он мне что-нибудь скажет. Какой-нибудь квест там закончится, выполнится. Может быть, не знаю. Молитесь, бля! Вот идолы твоей семьи. Это и правда они. О, отлично. Само Гучо. Большое спасибо. Можешь выбрать себе вознаграждение. У меня есть кольцо из черепа. Оно сделает тебя сильнее. Или можешь взять... Зелье Вуду. Которое укрепит твой дух. Я думаю, кольцо. Я возьму кольцо. Пускай оно защитит тебя. Зелена раз, а кольцо можно все время носить. Молите! Так, а что за колечко? Давайте посмотрим. Это повысит мою силу. Кольцо с черепом. Рубящее оружие плюс пять. Запугивание плюс пять. Ну, не знаю. Не знаю. Чтобы вам не пришло... Не буду его носить. Я говорил с Каракой. Он больше не будет охотиться на пиратов. Грабители у гробниц предков мертвы. За это я благодарю тебя, Хоши. Ты хороший человек. Вот. Возьми это за свои труды. Ну, хорошо. Зелье убеждения. Жаль, что опыт никакого мне не дали. А тебе не нужен новый хальмак? Нет. Мой меня полностью устраивает. Ну что ж, желаю удачи. Чтобы вам не пришлось... Может, тебе требуется? Нет. Чтобы вам не пришлось... Так, а, погучио? Ты перешел мою дорогу? Тут что, нельзя ходить? Можно. Но дорога принадлежит мне. Ладно, оставь ее себе. Подожди. Ты пират. Да ты что? Как ты догадался? Пираты принесли маракайцам смерть и тревогу. Питер Асян такой у нас вообще... Я не из команды, если что, Гарси. И, кстати, я его убью. Я, мисс Гарси. Я Хоши Шаганумби. Чани Китова Лоха Тонка. Это Чани, дочь Бакира, вождя Шаганумби. Хм. Тогда ты поможешь нам освободить нашу землю от зла. Если смогу. Это хорошо. Я Заалу. Гордый воин и претендент на трон маракайцев. Ух ты. Ты хочешь стать вождем маракайцев? Чи. Мое копье стремительно. Мое Вуду могущественно. И моя воля сильна. Не бывает сильного Вуду без больших поступков. Я убиваю аллигатора одними только руками. Я решу ритуал наследования в свою пользу. Ну, так-то я тоже убивал аллигатора. Немного скромности тебе бы не помешало. Ты говоришь, как Чак Адату. Он тоже всегда предостерегал меня от гордыни и нетерпения. Поэтому я ждал. Но смотри, куда он завел наш народ. К нам пришло зло, и оно угрожает деревне. Что ты думаешь о своем сопернике, Хакеке? Он идет против нашей истории и наших традиций. Традиции хорошо. Народ живет стабильно. Но в руках плохого человека они могут стать орудием зла. Хакеке будет плохим Чакой. Я должен его победить. Понятно. Ну, я не знаю, кто из них лучше. Этот или тот. Надо со всеми пообщаться. Ты хорошо дерешься в ближнем бою? Чи. Я учу драться и охотиться. Я научу своего хальмака обращаться с оружием. Я ношу тек-шабалу. Тек-что? Тек-шабалу. Могущественный артефакт вуду. Понимаю. Всем такое хочется, да? Чи. Тогда я стану Чакой. Я, как того требует традиция, передам его своему хальмаку. Хм. Мне бы оно тоже пригодилось. Ну, я могу стать его хальмаком, да? И получить себе это. Ну-ка. А тот, что дает другой его соперник? Чтобы вам не пришлось... Не ты ли, Сочи? Нет, это не... Чтобы вам не пришлось... Ну, не знаю. Давайте. Не хочу сейчас долго опять носиться, искать. В принципе, почему бы и нет? Ну-ка. Что, если я помогу тебе стать новым вождем? Ты не мой хальмак. Я не могу принять твою помощь. Только у Потаки есть право быть моим товарищем по оружию. Ага. Понятно. Может быть, мы сменимся с ним? Что скажешь, если я стану твоим хальмаком? Зачем мне менять Потаку на тебя? Ты настолько могучий воин. Разумеется, конечно. Разумеется. Сильные слова. Познал ли ты мудрость мира, пират? Я знаю то, что никто не может знать все на свете. Потака и Заалу знают лишь мудрость джунглей. Но Хакеке знает о землях за морем. Нужно ли сделать тебя моим хальмаком вместо Потаки? Обязательно. Обязательно, конечно. Я тоже так думаю. Хорошо. Ты станешь моим хальмаком. Оказывается, это довольно. Но сперва Хоша Шаганумби, знающий земли за морем. Тут есть какая-то засада. Я так и знал. Сперва ты должен сразиться с Потакой. Я должен сразиться с Потакой? Мог бы мне и раньше сказать. Ты сказал, что могучий воин. Так ступай и поставь на кон свою жизнь. Чтобы вам не пришлось метаться в темноте. Чей? Ты понял? Давай с тобой драться. Ты говорил с великим Тон Казалу. Да? И у меня плохие новости для тебя. Я хочу стать его хальмаком вместо тебя. Капо Гуча Бамбулей. Так, сейчас, секунду. У меня тут комментарии с Ютуба сыпятся. Забыл, что это. Хотя нет, отключено. Странно, режим полета стоит. Почему он пиликает у меня? Не ясно. Ладно. Так, ну что, я вызываю тебя на поединок. Я вызываю тебя на поединок? Карака. Я распространюсь с тобой. Ири за мной к ритуальной площади. Да, возможно. Возможно справишься. Так-то я хиляк. Меня все бьют, кому не лень. Я только на крысах и могу... сражаться. Капо Гуча Бамбулей. Тонко! О, какой ты шустрый, да? Давай же! Тут подлые удары, интересно, разрешены у них? Если я начну стрелять. Ах, ты тоже, да, кидаться решил? Ну ладно. Давай тогда уже драться по-честному. Да не, не так, он сильно я его забью. Упс, по-моему я... переоценил свою силу только что. Давай, давай, иди сюда. Слушай, Чани, заткнись, а, женщина. Ух, 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 ух. Они... Слушай, она лечит меня? Молодец, Чани. Слушай, полезный вообще. Спутник, хорошо, что я ее с собой беру. Все. Повержен. Даже взять с него ничего нельзя. Ну-ка, пообщаться с ним можно сейчас, после того, как он встанет. Я проиграл. Тебе честь быть хальмаком принадлежит тебе. Не расстраивайся, ты хорошо дрался. Но я все равно проиграл. И теперь я должен научиться жить с этой болью. Не переживай, справишься. Тивас Али Макатонка. Ох, бабуины, все решает силу, а. Воду хитис. За океаном у нас все решает интеллект. А тут, кто сильнее, тут и главнее. Вот так, куда законы джунглей у них. Ну что? Я твой новый хальмак. Потака ушел в отставку. Это для меня большая честь, Хоши Шаганумби. Посмотрим, станет ли это честью для меня. Что будет теперь? Ступай к Чаке Дату. Начинайте ритуал наследования. Потом возвращайся ко мне. Воду хитис. Кому пойти? Я сейчас не могу тебе помочь, Хоши Шаганумби. Воду хитис. Не понял. Они будут сопровождать вас. Не бойтесь, друзья. Кто проводит ритуал? Это ты? Нет, подожди. Секунду. Из-за этого ручего у меня сейчас в голове. Так, секунду. Берег меча. Нет, подожди. Марка его. Отметно-то. Нужное наставление. А, нет. Это этот, который орет там. Наследие. Короче, я не понял. Ладно, давайте просто здесь посмотрим, с кем вообще мне общаться. Кто там ритуал? Не бойтесь, друзья мои. Не дайте ей покорить ваш дух. О боже, как они тут его терпят. Страх крадет своим путем, пират. Страх крадет силы. Безумный какой-то мужик. Корешки надо огненные искать для него, чтобы он заткнулся. Яло-яло, Гучо. Может быть, самому главному шаману идти? Да, слушайте, точно походу здесь. Я Хальмак Заало. Дай мне задание для моего воина. Слушай внимательно. Первое задание — испытание скорости. В нашу землю вернулся черный охотник. Скажи своему воину, что он должен его выследить и принести его лапу. Ну, воин, нашедший и убивший черного охотника, станет победителем в этом задании. Хм, хорошо. Скоро Заалу будет держать его лапу в своих руках. Заалу. Так, с Гарсией покончено. С Гарсией покончено. Что ты такое говоришь? Как это может быть? Все так, как я тебе сказал. У твоего гостя Гарсии был один секрет. Теперь я вижу. Гарсия. Как я мог быть таким слепым? Не переживай. Привыкнешь. Что ж, сегодня я вновь обрел свою честь. Мой сын был отмщен. Теперь, быть может, снова наступят светлые дни. Я навеки благодарен тебе, Гучо. Не вопрос. Отлично. Ты еще мне воду немножечко поучишь, но чуть попозже. Там 10 надо, по-моему. А у меня всего лишь 6 или сколько? 7 сейчас. Кстати, можно прокачать до семерочки. Давайте прокачаемся. Какой у тебя там минимальный порог? 9? 9 или 10? А, 8, да? 8, 8. Понятно. И мощные проклятия. Это, скорее всего, именно составлять эти куклы, которые швыряются, кидаются. Здесь у меня, кстати, две штучки есть. И я хороню. Кстати, можно было на этого использовать насильного монстра, который там стоял. Крах крадет силы. Освободитесь и дайте мне вести вас. Так, я что-то ниже спустился еще. Все, надо с утра, вон. Судьба щедра. Я поговорил с Чакой Дату. Твоим первым заданием будет состязание с Хакеке. Выиграет тот, кто первым добудет лапу черного охотника. Я знаю, где пролегают тропы черного охотника. Не будем медлить. Хакеке уже отправился в путь. Так что, мы вместе с тобой пойдем, что ли? Я думал, ты один это все будешь делать. Берем, я готов. Тогда за мной, Хальмак. Судьба щедра наградит того, кто примет ее с распростертыми Мои уши надо уходить отсюда быстрее. О, сумасшедший. Почему они такие здоровые воины, просто не могут подойти и его отмутузить? Он же вообще на голову. Поехавший. Орет и орет. Пока все было просто, но сейчас начнутся джунгли. Надеюсь, что Хакеке нас не опередил. Тогда нам лучше поторопиться. Да, идем со мной. Идем. Ты будешь меня ждать, да? Ну, молодец, если что, как бы. Я хотел просто сразу проверить, что если вдруг я где-то остановлюсь на какой-нибудь веточку, на какой-нибудь корешок или Чани там что-нибудь захочет со мной пообщаться, будет ли он меня ждать? Хорошо, что ждет. Самое важное это бежать там, где он бежит, именно прям по пятам, а то можно же и в ловушке угодить. Это кто такие? Тихо. Иди своим путем, пират. А, это есть те охотники, которые тоже пришли. Понятно. Вы тоже, да, охотитесь здесь. Это соперник. Сейчас посмотрим, как ты копьем сражаешься. Назад, вредка. Сейчас вам птицы сами помогут. Слушай, они не вступают, да, в схватку. А, нет, бьет, молодец. Давай, давай, бей тоже. И птицы друг дружку бьют, и они ее бьют. Короче, тут вообще полнейшая заруба. Птицам вообще не повезло, по-моему. А опыт мне дают. Неплохо. Чтобы собрать с ней что-нибудь. Так, ну что, теперь можно добивать ее. В принципе, давай, может, все. Оно умерло из-за своей слабости. Ну, как сказать, слабости. Из-за моего Вуду. Ой, ты зависаешь. Пролетел только что. Вот пещера черного охотника. Откуда ты это знаешь? Я видел, как он пришел на наши земли. Он пришел через горы. Он очень пугливый и обычно прячется в этой пещере. Ладно, что теперь? Ты войдешь внутрь и выманишь его. А, вот как, да? Ладно, а ты что будешь делать? Я буду ждать здесь. Когда выманешь черного охотника, будем драться вместе. Все ясно. До скорого. Понятно, я просто приманка, да? Там он находится. Это что, есть что ли черный охотник? Вряд ли. Это просто обычная... Летучая мышь. Черный охотник, я так понимаю, там какая-нибудь... Здоровая горилла черная или... Нет, горилла хотя в пещере-то не может быть. Какой-нибудь тот паук. Или что еще может быть? Вообще черная, это мне казалось, что пантера будет именно. Хочешь на? Бежим, бежим, Чане. Мне его надо на улицу выманить, а не здесь рожаться. Ну все, Чане отвлекает его на себя. Бежишь? Нет. Как его выманивать-то? Давай, побежали. За мной беги, Чане, а не туда. Короче, надо Чане на улице оставить, а то она так и будет сейчас его на себя. Ну точно, смотрите, а. Вот Чане бесполезная в таких делах, конечно. Все на смарку идет с ней. Чане, стой здесь. Давай, иди сюда. Сюда, сюда. Я один выманю вам. А вы здесь уже сражаетесь. Подожди здесь. Хорошо. Все. А то ты только все хуже делаешь. Я-то спринтер. Носиться умею. Так. Что? Бежим. О-о-о, пробел, пробел. Спринтер, блин. Недоделанный. Она бежит, интересно, за мной? Нет, отстала опять. Вместо капслока нажал просто тап. Бежим, бежим. Чане, не сдерживай его. Чане. Он ее должен убить, а не ты. Как ее отсюда выманить? Ой, бесполезная какая, а. Все портит. Она мне квест просто хочет сейчас запороть. Интересно, а я если сам убью эту пантеру, он не против будет, этот зао? Что не он убил, а я. Ему, в принципе-то, просто лапа нужна и все. Чтобы отдать. Не важно, кто там замочил. Наверное, давайте так и сделаем. Потому что я чувствую, что эта миссия невыполнима с нашей чане. Она прям в драку лезет и лезет. Не имется ей прям. Вот и правильно. Молодец, что сожрал ее. Ты правильно сделал. Она мне самому надоело. Ты бежишь? Бежит. Упс, упс, упс. Я хочу, чтобы охотник ее сам убил. Чтобы было все честно. О. Все. Наконец-то. Все, давай. Вау, теперь убивай и все будет прям как и задумано предками. Ты выполнишь это задание. А я тебе просто помогу. Женщина вечно лезет куда-нибудь надо и портит нам все. Всю малину. Вот и все. Что, снимай с него. Лапы там или что ты будешь делать? Мда. Значит, я сам сниму. Сейчас Ча не прибежит, по идее. Хотя она может и в пещере остаться. Зная ее. Зная их интеллект. Она может сейчас в стенку упереться и бежать. Ну, он стоит. Тем более, что я и сказал, жди меня здесь, да? Пойдем со мной. Да. Зачем драться тогда, лезвый, если... Если у нее приказ стоять здесь. Так, сундук сложный. Ну, все, пещерку посмотрели. Здесь ничего такого интересного не имеется. Кроме закрытого сундука. Но, увы, я его пока что взломать не могу. Да и вообще, я не знаю, нужен ли он мне этот сундук. Все, пойдем. Черному охотнику конец. Хорошо. Теперь нам нужна его лапа. Вот лапа черного охотника. А, ты хороший хальмак, Хоши Шаганумби. Да, спасибо. Теперь иди к Чакедату и узнай следующее задание. Что? Никакой передышки? Нет времени. Мы должны победить Хакеке. Хотя бы доведи меня до деревни. Хорошо. Иди за мной. И побежал, и побежал. Будешь ждать меня? Так, ну что, давайте выполнять эти задания. Здесь уже побочные все, которые остались у нас на этом острове. Или это полуостров. Уже в следующей серии. Думаю, у нас сегодня и так уже немножко затянулось. Но, хорошо, квесты все-таки идут. Все-таки выполняются. И постепенно-постепенно журнальчик становится худее. И постепенно тают они. В общем, спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, не забудьте поддержать меня, поставив палец вверх. Можете написать какой-нибудь комментарий к видео. И подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну, а с вами был Дэнни Марси. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...